24 июля 1941 года из рейс-канцелярии Гитлера во все концентрационные лагеря Германии была направлена шифрограмма. Начальникам концлагерей срочно составить списки военно-пленных, представляющих угрозу Третьему Рейху. Внесенных в списки в течение 10 дней переправить в концлагерь Дахау. Руководитель СД Рейнхард Гейдрих. В начале августа первая партия советских солдат и офицеров была доставлена в Дахау. О том, что с ними произошло, долгие годы не знал никто. Все документы пропали, свидетели были убиты. Только в середине 90-х годов, благодаря русскому следователю Маргарите Борисовне Катяковской, тайна о событиях августа 41-го была раскрыта. Мне казалось, что о войне уже известно все. И тем не менее, тысячи людей до сих пор официально считаются пропавшими без вести. Что могло случиться с этими людьми? Мне захотелось это узнать. В 1995 году сотрудники российского консульства в Баварии нашли в архивах Дахау любопытный документ. Это была пояснительная записка американского офицера, датированная 45-м годом. В ней говорилось, что после захвата концлагеря войсками союзников на его территории были найдены сотни наручников со следами от пуль. Американский офицер указывал, что наручники делались по заказу гестапо и предназначались для массовых расстрелов на стрельбище Хиббертсхаузен. В концлагере Дахау была создана специальная мастерская, в которой ремонтировали наручники, которые, соответственно, от пуль каким-то образом страдали. Люди думали о том, что можно сэкономить и что нужно это ремонтировать. Это нам понадобится еще. Массовые убийства заключенных в фашистских концлагерях были распространенной практикой. Газовые камеры, крематорий. Цепочка была выстроена и работала без сбоев. Возникал вопрос, зачем при такой отлаженной системе понадобились еще и расстрелы? Это оставалось загадкой. В 1995 году Маргарита Катяковская впервые приехала в Мюнхен. Из-за разговоров с сотрудниками российского консульства она узнала о существовании таинственной мастерской по ремонту наручников и массовых расстрелах. Все знают, что есть Освенцем, есть Дахау, есть Бухенвальд, где было огромное количество жертв. Но так как гибли люди в Хебертсхаузене, куда привозили, методично расстреливали советских военнопленных, увозили, сжигали, привозили новую партию, расстреливали. Вот это, когда первый раз слышишь и видишь это место, это производит ужасные впечатления. Была еще одна странная деталь. В кослагере Дахау был учтен каждый заключенный. Была зарегистрирована дата поступления, послужной список, дата смерти или перевода в другое ведомство. Учитывались даже те, кто умер по пути в лагерь. Но в августе 1941-го появилась новая категория для дальнейшей передачи в гестапо. Те, кто поступал в Дахау с данной пометкой, не проходили по лагерным документам. На них не заводились карточки. Летом и осенью 1941-го года в Дахау с этой пометкой поступило более 4000 заключенных. Все они по мере поступления переправлялись на стрельбище Хиббертсхауза. Списков не сохранилось. Найти их след в гестапо тоже не удалось. Но было ясно одно – это непростые заключенные. А вот кто они и по какому принципу отбирались, было неизвестно. Маргарита Катяковская решила заняться расследованием событий. Маргарита Катяковская, 1918 года рождения, юрист, участник обороны Ленинграда. С 1945 года – сотрудник органов внутренних дел Ленинграда. С 1950-го – следователь прокуратуры по особо важным делам, полковник милиции в отставке. Некоторые расследования Маргариты Катяковской вошли в пособие по криминалистике для студентов юридических факультетов. Вот знаете, говорят, разведчик, что он разведчик и до конца последнего дыхания. Так и я считаю, что я следственный работник до последнего дыхания. Как следователь-профессионал, Маргарита Катяковская понимала, что из России заниматься расследованием событий в Германии будет невозможно. В 1997 году она переехала в Мюнхен. Ее удивило, что прошло всего полвека после войны, а место, где погибли тысячи людей, уже всеми забыто. Вот, смотрите, Хиберхаузен, когда я первый раз туда пришла. Вот вам, вот смотрите. Меня же называют мамой Хиберхаузена. Видите, вот эти блоки эти? Все было засыпано, загажено, сожжено. Когда я приехал в Мюнхен как генеральный консул и первый раз попал в Хиберхаузен, я был действительно поражен, что, конечно, это не захоронение, это место расстрела, но то, что это свалка, то, что рядом барак для иностранных рабочих и так далее, там тогда находился только скромный камень, где было указано, что тысячи наших военнопленных были расстреляны эсэсовцами. Июль 41-го. Фашистские войска стремительно продвигаются вглубь территории СССР. Советская армия терпит одно поражение за другим. Тысячи солдат и офицеров попадают в плен. Эшелонами их отправляют в Германию. Но о массовом уничтожении узников речи еще не идет. В считанные дни концлагеря стали переполненными. За месяц военных действий на территории Советского Союза в них собралось огромное количество пленных, кадровых военных и гражданских лиц. Немецкое командование опасалось, что резкое увеличение количества заключенных может привести к беспорядкам, особенно если в лагерях окажутся люди с опытом боевых действий. Руководителю СД Рейнхарту Гейдриху было поручено принять меры безопасности. Гейдрих подписал приказ о том, чтобы собирали ССовцы в концлагерях из числа советских военно-пленных евреев, командиров, комиссаров, людей, которые работали на государственной службе. То есть все они были неблагонадежные, и плюс еще к этому добавлялись непокорные. Гейдрих сообщил всем, что будет лично контролировать выполнение приказа. А тех, кто будет медлить или пропустит опасных заключенных, немедленно лишит всех постов и отправит под трибунал. Такое служебное рвение объяснялось личными мотивами. Гейдрих нередко слышал от соратников вопросы о национальности своих родителей. А бывший покровитель и друг адмирал Канарис не только сомневался в чистоте его происхождения, но и высказывал подозрения, что в его жилах течет еврейская кровь. Канарис постоянно требовал от своих подчиненных документального подтверждения своей версии. Гейдрих болезненно реагировал на подобное обвинение и всеми силами старался доказать их беспочвенность. Именно этим объяснялось его рвение в уничтожении врагов Третьего Рейха и любых подозрительных лиц. За две недели в списки неблагонадежных по всем немецким концлагерям попали более тысячи человек. Утром 10 августа 1941 года первую партию заключенных на грузовиках доставили в Дахау. Об этом Маргарита Котяковская узнала в 1997 году. Также она выяснила, что заключенные, которые были отправлены в Хибертсхаузен, проходили по специальным спискам Гейдриха. Стало очевидным, что передача заключенных в руки гестапо и массовые расстрелы в Хибертсхаузене связаны между собой. Но кто именно погиб на стрельбище? Не сохранилось ни одного документа. Не было ни единой зацепки. Маргарита решила составить свой список, в котором наконец-то появятся имена. Но для того, чтобы их найти, предстояло узнать еще очень много. Котяковская подняла немецкие архивы и стала искать все, что было как-то связано с деятельностью Гейдриха. Вскоре выяснилось следующее. По приказу Гейдриха во всех концлагерях Германии регулярно составлялись списки подозрительных заключенных, военно-пленных и гражданских лиц. Документы незамедлительно отправлялись в канцелярию тайной полиции. Переписка была строго засекреченной. Списки составлялись ежемесячно. Тех, кто в них попадал, не позднее, чем через месяц переводили в Дахау. Оттуда на машинах доставляли на стрельбище Хибертсхаузен, в пяти километрах от концлагеря Дахау. Там, по спискам, узников принимали сотрудники гестапо. Те же машины привозили в Дахау дела казненных, уже без сопроводительных документов. Что самое интересное, не сохранилось карточек. У них карточек не было на этих людей. Потому что, когда их привозили, уже на расстрел сюда, в Дахау. Зачем оставлять следы? Советских военно-пленных уничтожали большими партиями. По 100-200 человек. Вот здесь, на этом месте. 67 лет назад. Стояло пять или шесть столбов возле, напротив этой ниши. Привязывали им руки. ССовцы стреляли в них. Тех, которые привязывали, должны были отвязать. И оттащить, на телегу положить уже тело. Потом тех, которые оттаскивали, была очередь их. Их также раздевали. Следующие их вели, привязывали. И вот такой поэтапный, психологически страшный процесс был. Не всегда приковывали. Они иногда развлекались. Им давали бежать. Они бежали, и по бегущей мишени они стреляли. Использовали это еще и для того, чтобы посмотреть, как этот боец, он готов для СС. Стрельбище Хибертсхаузен было превращено в полигон для тренировки солдат вермахта. Их учили стрелять по живым мишеням. Конвейер смерти работал на полную мощность. Но Рейнхард Гейдрих все равно был недоволен темпами ликвидации врагов Рейха. Он решил усовершенствовать систему. Врагов вермахта были миллионы. И уничтожать их надо было более активно. Он разработал новый проект – газовые камеры. Но лично увидеть осуществление своего плана не успел. В мае 1942 года Рейнхард Гейдрих был убит в Чехословакии бойцами сопротивления. Сегодня Бавария – лидер немецкого автомобилестроения. Но еще больше она славится белыми копчеными колбасками, кренделями и пивом. Баварцы отличаются веселым нравом. Они привыкли жить мирно и обособленно. В течение нескольких сот лет они сохраняли свою самостоятельность на немецкой земле. Жили своим домом. А я думала, Мюнхен – это такой огромный индустриальный город со штаб-квартирами крупнейших немецких компаний. Что здесь все в металле, в стекле. Руки, машины. А на самом деле такой тихий и уютный городишек, симпатичный. Очень спокойный. Машин много, а пробок нет. Все на велосипедах ездят. Мюнхен. Пивная хофбройхаус. Рассчитана на 3000 человек. Только здесь живая национальная музыка. Люди в национальных одеждах. Самая известная пивная в Мюнхене. Именно здесь Адольф Гитлер встречался с единомышленниками и обсуждал варианты захвата власти. В 1923 году родилась партия нацистов. В 1931 году в нее вступил Рейнхард Гейдрих. Почему эта партия, которая поначалу совсем не пользовалась поддержкой у баварцев, вдруг приобрела такой размах, стала правящей партией Германии? Почему стало возможным появление таких людей, как Гейдрих, Гиммлер, которые миллионами уничтожали себе подобных? Германия переживала тяжелейший экономический кризис. Немцы никак не могли оправиться от поражения в Первой мировой войне. Поэтому приход лидера, который обещал быстрое решение всех проблем, многим показался подарком фортуны. Лозунги нацистов попахивали авантюризмом. Но немцам хотелось в них верить. Прошло совсем немного времени, и Гитлер получил народную поддержку. Нация нуждалась в спасителе. Но была дикой совершенно нищета. И вот придя в 1933 году к власти, Гитлер обещал всем, всем слоям населения что-то дать. Он действительно дал всем работу. Именно ведь в этот период были построены все основные автобаны в Германии. То есть он ликвидировал безработицу. Он создал такое впечатление, что они успешный народ. И что они могут править другими людьми. И многим здесь это показалось важным. И показалось правдой. Пропаганда превозносила новых лидеров и их курс до небес. В фильмах того времени Гитлер представал героем и патриотом своего народа. Люди голосовали за полные прилавки и обеспеченную жизнь. Большинство было уверено. Отныне так будет всегда. О цене, которую придется платить за эту жизнь, не задумывались. Страна ликовала, когда немецкие войска вошли в Варшаву в 1939 году. Овациями встретила известие о захвате Парижа в июне 1940-го. Европейские страны не оказывали сопротивления. Немецкие войска шли победным маршем. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Войну Маргарита Катяковская встретила студенткой 4-го курса юридического факультета Ленинградского государственного университета. Оставался год до получения диплома. Но она решила, что продолжать учебу не сможет. Вместе с однокурсниками она записалась добровольцем в ополчение. Уже через неделю они попали в город Лугу под Ленинградом. Там шли бои. И действующей армии срочно требовалась помощь. Вместе со мной в армию народного ополчения пошло очень много великих людей. В том числе Ленинград Академии, знаменитый математик Аникушин Михаил Константинович Скульптор, Огородников Астроном. И люди пошли на смерть. Нам ничего не платили. Мы шли, потому что мы были, ну теперь говорят, фанатики. Тогда мы были патриоты. Уже на фронте Маргарита узнала о том, что ей выдали диплом по специальности юриста. Госэкзамены фронтовикам зачитывались автоматом. Дипломы выдавались заочно. В армии не хватало профессионалов. Тысячи грамотных офицеров погибли в первые дни войны. Поэтому любой знающий специалист ценился на вес золота. Ее назначили следователем. В эти же дни до нее дошла страшная новость. Без вести пропал ее муж, военный моряк. Что именно произошло с экипажем корабля, на котором он служил, никто не знал. Запросы оставались без ответа. В первые месяцы войны бесследно исчезали тысячи солдат. Все три года блокады Маргарита Катяковская защищала родной Ленинград. Там же, в 45-м, встретила победу. О годах войны сегодня напоминают ее боевые награды и памятные медали за оборону Ленинграда. Но самая большая связь с войной – память о погибших однополчанах и о муже, который пропал без вести в августе 41-м. После окончания войны Маргарита регулярно направляла запросы в Министерство обороны и другие ведомства, пытаясь найти его след. В советских архивах по-прежнему не было никакой информации. Немецкие тоже молчали. Спустя много лет Маргарита Катяковская зачастую слышала – война давно закончилась. В живых из ее участников остались единицы. Погибшие оплаканы, виновные осуждены и понесли наказание. Надо ли вспоминать те годы? Но она считала, что ее долг – сохранить эту память. Вы все живете сейчас на свете благодаря победе. Не было бы победы, вот бы вы выжили все. Гитлер бы из вас делал, что надо. Он же говорит об этом, а не скрывает, что все славяне только умели бы расписываться и больше ничего. А все отдано было бы немцам. Уже не первый месяц Маргарита Катяковская продолжала расследование событий на стрельбище Хиббертсхаузен. Она узнала, сколько человек, за что и почему было там расстреляно. Но она все еще не знала их имен. Катяковская начала сравнивать списки вывезанных в Хиббертсхаузен со списками пропавших без вести в годы войны. Она понимала, если удастся найти хотя бы несколько совпадений, то задачу можно будет считать решенной. Сотнями она направляла запросы в Центральный военный архив Министерства обороны России, в архивы концлагерей. Она писала письма во многие инстанции и не подбирала слова, а со всей прямотой, принципиальностью ставила вопросы и клеймила тех, кто с ее точки зрения не понимает и не выполняет своих прямых обязанностей. Речь идет о том, чтобы все-таки память погибших, это действительно святое, и все, что еще можно сделать, надо делать. Она была убеждена и до сих пор убеждена в этом, и все, что от нее зависело, она делала. В музейном архиве ей удалось найти несколько десятков карточек военнопленных. Выяснилось, что 15 октября 1941 года из концлагеря Моусбург в Дахау прибыло 27 заключенных. Все они проходили по спискам Гейдриха, были переданы в руки гестапо и отправлены в Хибертсхаузен. А ровно через день в крематорий Дахау поступило 27 тел без сопроводительных документов. Таких совпадений не бывает. Маргарита Котяковская поняла, что круг замкнулся. Дахау и стрельбище Хибертсхаузен. Говорят, что они были устроены в непосредственной близости от Мюнхена по специальному распоряжению Гитлера. Фюрер не мог простить баварцам того, что в начале своего пути к власти его здесь не поддержали. Дым из крематориев должен был напоминать горожанам, что может их ждать в случае неповиновения. Сегодня в Дахау музей. Вдоль аллеи, по которой проходят экскурсанты, когда-то располагались бараки для заключенных. Некоторые из них сохранены. Об остальных напоминают плиты с порядковыми номерами. Рядом синагога и костел. Чуть в глубине православная часовенка. Во время служб, которые проходят в храме, поминают погибших. Поименно. Перед казнью заключенных лагерные учетчики заполняли карточки. Одним из пунктов – религиозная принадлежность. И многие, пусть они и даже коммунистами были, я думаю, многие, но это уже роли здесь не играло. И писали, в принципе, уже никто не стеснялся, не писали ортодокс, то есть православные. Вот, и поэтому мы и поминаем их. Валд Фридхоф. Немецкое кладбище неподалеку от Дахау. Здесь похоронены погибшие солдаты времен Второй мировой войны. Чтобы попасть на кладбище, нужно перейти по мостику через небольшую заводь. Как рассказал смотритель Герд Крауза, мост имеет символическое значение. По нему человек как бы попадает из царства живых в мир мертвых. И, попав в него, намного и начинает смотреть иначе. Или в очередной раз задает себе вопрос, который до сих пор волнует многих немцев. Должны ли потомки испытывать вину за преступления предков? Это очень сложная тема, которая до сих пор очень актуальна в Германии. Конечно, вина не может, в принципе, перекладываться на все будущие поколения. Вина каждого – это его частная вина. Поэтому вопросы эти, скорее всего, нужно рассматривать применительно каждой конкретной личности. Проходя мимо каменных плит, я увидела, что рядом с немецкими фамилиями встречаются русские. Оказалось, в Валдфридхофе бок о бок лежат вчерашние враги. Здесь кладбище получилось интернациональное. В том числе здесь находится могила 106 российских русских солдат, советских в то время. Кроме того, здесь также захоронены женщины, дети, погибшие в Мюнхене во время бомбардировок города. Это потрясающе. А и ни у кого не было возражений против того, чтобы на одном мемориальном кладбище хоронить немецких и советских солдат? В этом отчасти как раз смысл этого кладбища. После того, как солдаты и мирные жители погибли, они, в принципе, не могут являться врагами. В этом идея. Но 60 лет назад вопрос так не стоял. Поляк, француз, советский значило враг. Немцы боготворили своих лидеров. Остальных же считали низшими расами. На митинги нацистов собирались сотни тысяч. При том, что билет на митинг стоил примерно столько же, сколько обед в хорошем ресторане. Но от желающих не было отбоя. Слишком сильна была власть нацистов над умами сограждан. Им верили слева. Прозрение наступило слишком поздно. Нюрнберг. Уютный баварский городок. Сегодня ни о Гитлере, ни о нюрнбергском процессе ничто не напоминает. На площади, где проходили митинги, дети играют в хоккей. На трибунах, где сидели вожди Третьего Рейха, катаются скейтбордисты. Мне кажется, что вот это место довольно опасное для таких катаний. Мало пространства, много ступенек. Очень практично, как раз вот эти ступени. Очень удобно прыгать, делать всякие разные элементы. А вы знаете, что здесь было? Что это вообще за место? Кажется, здесь Гитлер речи своей держал. Нам об этом в школе говорили, но это было давно, года три назад. В семье у нас тоже об этом не говорят. А мы любим здесь кататься на досках, общаться. Больше я ничего не знаю. У меня такое ощущение, что дети-то особо уже и не знают. Они не знают, это правда. Они практически не знают. И не хотят знать этого. Да, это правда. То есть огромное количество десятилетий, это было такое негласное табу. Об этом не говорили, об этом не любят говорить и вспоминать. В последние месяцы войны, в результате бомбежек, многие здания в Нюрнберге были разрушены. Но по тем сооружениям, которые сохранились, сразу видно, архитектура была монументальной. Нацисты строили комплексы, которые должны были подчеркивать величие арийской расы. Это действительно самое грандиозное сооружение всего этого огромного строительного объекта. Здесь должен был быть дворец съездов после Второй мировой войны. Начали его строить в 1935 году. Он действительно огромный. Его рассчитывали на 50 тысяч сидячих мест. Естественно, архитектура слизана с Колизея. Вот там чуть-чуть так обрезано в виде подковы, а не в виде настоящего Колизея. Там должны были быть трибуны, где бы заседали партийные боссы во время съездов. Хотя капитуляция Германии была подписана в Берлине, окончательный приговор нацистам был вынесен именно в Нюрнберге. Он остался единственным городом в стране, где после авианалетов сохранились здания суда и тюрьма. Именно поэтому суд над нацистами союзники решили провести здесь. Когда я видела фотографии Нюрнбергского процесса, мне казалось, что он проходил в таком гигантском зале огромном. Здесь так довольно камерно. Так и было? На самом деле это первая реакция любого советского человека, который попадает в этот зал. На самом деле зал был намного больше. Он был увеличен за счет коридора. И вот на втором этаже был создан как бы балкон, такой театральный балкон. И все съемки происходили только с этого балкона. Там журналисты сидели. Поэтому, естественно, на всех фотографиях еще оптически это еще увеличило. А где сидели нацисты? Вот та знаменитая скамья подсудимых. Вот это на фотографии изображено. Вот так это было. За неполные 15 лет нацисты прошли путь от героев и спасителей страны до преступников. Вожди попали на скамью подсудимых. Союзники были ошеломлены, увидев кучку бледных, опустившихся субъектов, еще недавно по воле Гитлера, правивших половиной мира. Трибунал признал преступными организации СС, СД, Гестапо и руководящий состав нацистской партии. 12 руководителей нацистской Германии были приговорены к смертной казни. Ряд осужденных подали прошение о помиловании. Все они были отклонены. Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 46-го года в здании Нюрнбергской тюрьмы. В Германии раздавались возгласы, что все, что говорят, это не могло быть, потому что это не может быть такие жертвы, такие преступления, все это выдумка, извините. Невозможно было уничтожить столько евреев, столько там, уничтожить белорусов, столько сжечь деревень и так далее. Вот, а на нюрнбергском процессе, извините, если вы в чем-то сомневаетесь, открывайте документы. Свидетельские показания, это не просто какие-то там, извините, публицистика, статьи в газетах, это серьезные документы. К концу 97-го года Маргарита Катяковская почти полностью завершила свое расследование. Она восстановила картину того, что происходило в Хиббертсхаузене в годы войны. За 4 года, с 1941 по 1944, здесь было расстреляно около 7 тысяч человек. Имена нескольких сот погибших удалось установить. Список Маргариты с именами солдат ушел во все регионы бывшего Союза и главный военный архив. Родные погибших солдат, наконец, узнали о том, что произошло с их мужьями и сыновьями, которые больше полувека числились без вести пропавшими. Я во все республики писала письма, и мне многие республики, в том числе Ленинград и Белоруссия, прислали снаряд с землей. Я туда закопала снаряд с землей. Не знаю, мне кажется, у этого места такая энергетика, что сюда приходишь и уже веришь. Потому что у меня просто комок в горле стоит, хотя причин никаких нет для этого. Природа, красота. Так это и страшно. Это же просто не укладывается в голове. Это же, представляете, это люди, которым было по 20 лет. Кто у нас пошел на фронт в 41-м году? Самое лучшее. Это же у нас потом, только до 905-го года рождения призывали. А так пошли, вот эта молодежь пошла по 19-20 лет. Ну, хорошо, были офицеры по 25 лет. Все. Он знал, куда его везут. Он знал, что с ним здесь произойдет. И поэтому тем же дедям, если им не говорить об этом, если подрастающему поколению не говорить, что здесь было на самом деле, то они в это просто никогда и поверить не смогут. В конце 97-го года Маргарита Катяковская передала в Госканцелярию Германии документы расследования. Баварское правительство решило увековечить память погибших. На бывшем стрельбище Хиберсхаузен поставили памятник на двух языках. Так, рядом с концлагерем Дахау, появился еще один мемориальный комплекс. Среди погибших Маргарита Катяковская не нашла своего мужа. Но благодаря переписке, которую она вела с немецкими архивами, ей все же удалось узнать о его судьбе. В августе 41-го года он вместе с экипажем судна у берегов Балтики попал в плен. Заключенных доставили в тюрьму Кингесеппа. Через несколько дней их казнили. Если мы забудем о них, и нас с вами забудут в жизни так. Если мы поминаем, и нас когда-то кто-то, дай Бог, поминет. Они у Бога не мертвы, у Бога все живы. Они исполняли долг. Где они умерли? На служение. Отечество и нам с вами. Сегодня Маргарита Катяковская живет в Мюнхене. Она инвалид. Выходить из дома не может. Мечтает вернуться в Ленинград. Но тут же оговаривается. Она понимает, что это уже не суждено. Поэтому ее родной город приходит к ней только в снах и в рассказах. О нем она любит поговорить по телефону с друзьями, которых осталось совсем мало. Ну, как я живу? Живу, имею одного собеседника. Это я. Сама я. Я ночами лежу и все время вспоминаю, вспоминаю. Вы знаете, вот ничего такого радостного, ничего такого. А все какое-то чистое, хорошее. Я приехала в Санкт-Петербург через неделю после встречи с Маргаритой Катяковской. Наверное, здесь осень – самое красивое время года. Город был прекрасен. В сентябре он просто утопает в золотой листве. И с погодой повезло. Дождей не было. Почти все время светило солнце. Прокатилась на катере по Неве, Малой Невке, посмотрела старый город. Все это сегодня мечтает увидеть Маргарита Катяковская. Я же все время помнила. В том, что сегодня этот город живет своей мирной жизнью, есть и ее заслуга. Гуляя по центральным улицам, на каждом шагу видишь следы войны. Сколы от артиллерийских снарядов на Исаакиевском соборе. Табличка на Невском проспекте с предупреждением времен блокады. Город помнит прошлое. И помнит своих героев. Архитектор Михаил Аникушин, фронтовой товарищ Маргариты Катяковской, считал, что на памятнике блокадному Ленинграду должны быть достойнейшие те, кто защищал этот город. В скульптурной композиции есть девушка-санитарка. Ее Аникушин делал с фотографией Маргариты. На Московском проспекте я подошла к памятнику. Маргариту среди фигур я узнала сразу. Да, вижу. Любуюсь вами. Мне вообще кажется, что скульптор был к вам неравнодушен. Так нежно очень вас изобразил. Редактор субтитров А.Семкин